1 апреля в Одессе стартовала кампания по приему детей в учебные заведения. В разные школы города поступает огромное количество документов. В связи с карантинными ограничениями подача заявлений происходит онлайн. Мы организовали процесс максимально дистанционно. Документы можно прислать на электронную почту заклада освіти. Медичные документы, это очень хвилюет батьков, что не достигнет пройти медический огляд, мы предлагаем донести до 15 августа, чтобы не навантажировать наших лекарей и дать милюсть спокойному режиму батькам с детьми необходимые медические огляди. В городском департаменте образования напомнили, что в одесские школы продолжают подавать документы люди без одесской регистрации. И это в то время, когда мест не хватает даже для местных. Руководство школ вынуждено отказывать детям из пригорода. На фоне такой тенденции родители оформляют фиктивные договоры аренды квартир в Одессе. На жаль, у нас распространяется практика, назовемо своими именами, липовых договоров, которые мушены заключать детей. У нас величезная количество договоров аренды. Причем реклама такой послуги сегодня четверто расположена в группах социальных сетей. У нас есть такие примеры. Мы сейчас готовим к вернению к правоохоронцам, но это одна сторона медалей. Кроме этого, одесские учебные заведения продолжают дистанционное обучение. Что касается начальных классов, то на онлайн-обучение перешли 343 класса по желанию родителей. В детских садах закрыта 51 группа, 5% от общего количества. Ковидом болеют 130 педагогов.